Приветствую всех на своем канале, с вами Романчес и сегодня мы разберем гамбит Блэкмора и его ловушки. Если вы любители острой игры, то это самое оно. Так, напомню, что гамбит Блэкмор начинает с ходами D4, D5, E4, DE, 3, EF и Kf3. Основная идея этого дебюта состоит в том, что белые жертвуют пешку, но взамен получают некоторый перевес развития и полуоткрытые линии EF. Рассмотрим возможное продолжение за черных, например, слон G4. Развивая белопольного слона и связывая нашего коня F3. Когда белые отвечают C4 и после Kf6, самое время установить ловушку, Khe5. В этой ситуации, если черные принимают жертву ферзя, то получают мат на поле F7, слон F7 это мат, уже на седьмом ходу. Если же после Khe5 черные почуяли, что запах пожареным, то нужно как-то защищать пункт F7 и на неосторожное слон H5 мы просто пробиваем этого слона и остаемся с лишней фигурой, так как если черные забирают нашего ферзя, то получаются тот же мат. Очень опрашивается здесь ход за черных пешкой на E6, перекрывая нашего слона, но это тоже не проходит, потому что конь пробивает слона и после серии таких разменов мы остаемся также с лишней фигуры за пешку, плюс у нас перевес развития. Эта позиция выиграна за белых. Как же тогда в этой ситуации защищаться черным? Единственный ход это слон E6, после чего за белых сильнейший ответ это разменять этого слона на E6. После этого у нас сдвоятся пешки у черных, белые разобьют оставшиеся фигуры и на короткую рокировку черных сыграют три нуля и далее будут давить на эти сдвоенные пешки в результате отыграют пешку E6 скорее всего и в целом эта позиция все-таки поприятнее за белых, но если вам хочется приключений, то сыграйте ферзь D3. Тогда черные пробивают сами слона, после размена уже угрожает мат, F7, черный ноль защищаться, после этого играем два нуля, так может развиваться в дальнейшем партия. И вот в этой ситуации белым нужно пробить коня на C6, отыграть пешку с шахом, здесь нельзя закрываться ферзем на D7, потому что зависнет ладья А8, связываем коня, размен и в результате получается то, что у белых материальное равенство, плюс они захватили линии Е и Ф ладьями, а в свою очередь у черных не не очень понятно как будут развиваться фигуры, плюс король лишился рокировки и ему он будет вынужден просто отправиться в пешую прогулку, чтобы найти убежище. Поэтому здесь у белых тоже гораздо лучше позиция. Далее рассмотрим иной вариант, когда черные пробивают на F3, он тоже вполне возможен, потому что у черных сейчас лишняя пешка и разменять несколько фигур это только им на руку. Ну тогда белые забирают на F3, перзем и получается, что сейчас у черных атакованы сразу два пункта, защитить их одновременно невозможно, они играют Е6, ферзь пробивает на B7, зависает ладья на А8, верные защищают ходом коня на D7 и ферзь возвращается обратно на F3. Эта позиция также, согласно компьютерному анализу, лучше за белых, у них также здесь перевес развития. И посмотрим, еще один возможный вариант, ответ черных, это конь C6, серьезное давление на пешку D4, но здесь находятся красивые решения за белых, слон на F7 шаг, забираем пешку на F7, значит король забирает слона, после этого конь G5 шаг, и здесь мы отыгрываем слона обратно. Да, сейчас пешка зависает по-прежнему у белых, но за счет преимущества в развитии, позиция объективная равная, с обоюдоострыми шансами на победу. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новых видосов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok